Всем салют, с вами Руслан, компания Trialink. Намереваюсь потрошить у вас на глазах новинку компании Ubiquity, семейства Unify, точку доступа U6 Long Range. Вот одна из моих любимых серий за ее вот это казусное название Long Range, которое обещает нам якобы какие-то немыслимые дистанции покрытия Wi-Fi. Поэтому, когда она вышла и появилась у нас, собственно, на складе, я прямо сразу же практически протянул к ней свои ручки, всесторонне ее, так сказать, изучил и исследовал, на протяжении более недели эксплуатировал в офисе в паре с другой такой же, чтобы в том числе посмотреть, как работает, допустим, роуминг. И теперь мне есть, что о ней вам рассказать. Будут плюсы, будут минусы, все, как всегда, объективно, но объективно с моей персональной личной точки зрения, и которую, естественно, подтверждают мои коллеги, которых я, например, могу, в отличие от себя, смело отнести к настоящим IT-профессионалам. Посему, как я и сказал, мы постараемся донести до вас такое коллегиальное, объективное мнение об устройстве. Поехали изучать. Начнем с упаковки, а точнее с распаковки, но про упаковку я тоже пару слов буквально скажу. Красивая, большая, белая, матовая коробка. Изначально она была затянута в пленку, я ее срезал, потому что она бликовала от нашего дополнительного света. Коробка открывается вот таким, пардон, нехитрым образом. Внутри коробки точка доступа Wi-Fi. Большая, тяжеленная, расскажу чуть позже. Бумажечка-шаблон, которая позволяет наметить отверстие для ее монтажа на стене или потолке. Обратите внимание, несмотря на то, что эта бумажка, сверху встроен малюсенький такой жидкостный уровень. Профессиональная маунтинг-систем. Юбикьюти продает ее, кстати говоря, отдельно. Из-за вполне ощутимой деньги, типа 10 долларов США, здесь она входит в комплект поставки самой точки доступа. Не зря и не случайно. Ответная часть для монтажа. Совершенно сумасшедший набор компонентов, опять же, крепежных, метизных, с помощью которого точку доступа можно закрепить практически на любой поверхности. Тут есть вот все, что вы хотите, и еще немножечко больше. Ну-ка, это рекламный буклетик и Quick Start Guide. Единственное, насчет чего я бы возмутился относительно комплекта поставки, так это отсутствие POE-инжектора. Мы привыкли к тому, что в точках доступа UniFi AP, AC, LR они есть, здесь их не предусмотрено. Ну, собственно, и ладно. Точка доступа, напоминаю, большая и тяжелая. Весит она по заявлениям производителя около 900 грамм, не вижу поводов сомневаться в этом. Сверху логотип UniFi и надпись UniFi 6. И светодиодный индикатор, естественно, отключаемый. Кстати говоря, то, что она так бликует, опять же, связано не с тем, что у нее глянцая поверхность. Поверхность вполне себе матовая, я просто не хочу заляпать ее руками. Это она затянута в такой заводской пластиковый кофр. На задней стороне вот такая силиконовая, наверное, вкладка, которая обнажает доступ к порту Ethernet. Порт Ethernet, к моему большому, при большому сожалению, гигабитный. Позже я скажу, почему я об этом сожалею. И также здесь расположена кнопка reset. Собственно, все. Конструкция привычно невзрачная, но привычно невзрачная в хорошем смысле. Это аккуратненький кругляшок, который приятно наблюдать, приятно даже потрогать, потому что, напоминаю, она имеет матовую такую поверхность, шершавенькую, приятную пальцем тактильно. И смонтированная на стене или на потолке, точка доступа выглядит вполне себе стильно и современно, вписывается практически в любой интерьер. К сожалению, в отличие, допустим, от точки доступа Nano HD, которая тоже есть в линейке Unify, для нее, по крайней мере, пока не предусмотрено, не придумано и не продается никаких декоративных накладок, которые меняют ее цвет. Ну, у Nano HD есть они там черного цвета, камуфляжного, под бетон, под мрамор и так далее. В общем, здорово. Здесь ничего похожего нет. Точка доступа игривая, белая и никак иначе. Внутри установлен мощный современный чипсет, какой мы не знаем. Ну, точнее, мы знаем, но Ubiquity эту информацию не раскрывает, а значит, мы тоже не будем это инкогнито раскрывать сами. Чип поддерживает Wi-Fi 6. И чисто теоретически точка доступа, благодаря всем своим остальным параметрам, касающимся Wi-Fi, способна обеспечить суммарную пропускную способность в двух диапазонах до 3 Гбит в секунду. 600 Мбит в секунду 2,4 ГГц и 2400 Мбит в секунду 5 ГГц. Благодаря чему? Благодаря тому, что точка доступа поддерживает мультиюзер мимо 4 на 4 делить на 4. Причем в обоих диапазонах. Ну, в 2,4 без делить на 4, да, но просто 4 на 4. А в 5 ГГц 4 на 4 делить на 4. Мультиюзер мимо, что, конечно же, круто. Внимание, вопрос. Если точка доступа в состоянии пропускать данные со скоростью 3 Гбит в секунду, суммарно, почему ее оснастили вот этим жалким гигабитным Ethernet-портом? Вопрос риторический, отвечать на него некому, по крайней мере, в рамках нашей с вами беседы. Это разочаровывает, безусловно. И, кстати, для питания точки доступа необходимы POE стандарта 802.3 AT, либо пассивные 48 вольт, которые, ну, кроме как в коммутаторах Ubiquiti, нигде больше не встретить. Посему предусматривается для нее коммутатор, который обеспечивает ей вот ее всю вот эту прожорливость в полном объеме. И про прожорливость потребить она способна до 13 ватт. И, кстати говоря, в ходе нашей тестовой демо эксплуатации таки потребляла. Когда мы качали торренты с нескольких компьютеров одновременно, она как раз подъела со свеча почти 13 ватт. Так что это вполне себе реальный сценарий. То есть, аккуратно рассчитываете POE бюджет. У нее он довольно расточительный. Антенный массив точки доступа обеспечивает усиление до 4 dBi в диапазоне 2,4 ГГц и до 5,5 dBi в диапазоне 5 ГГц. Что, собственно, в совокупности, наверное, и делает ее неким long-range решением. Кстати, я тщательно изучил все маркетинговые материалы, касающиеся этой точки доступа, доступные на официальном сайте Ubiquiti, и тщательно искал, есть ли та самая заявка о том, что она работает на дистанции до 180 метров. Нет. Они это убрали из своих дата-шитов, убрали из SEO-маркетинга. Написано просто, что вдвое дальше она работает, чем обычные точки доступа Wi-Fi. Не знаю уж, какие подразумеваются под обычными, но, тем не менее, заявление сделано. Вдвое дальше. Раньше Ubiquiti смело говорила, LR точки доступа – это 180 метров покрытия. Ну, 180 метров в одну, в другую, в третью, во все остальные стороны тоже. Что вступало в некоторое противоречие с законами физики, что мы, кстати, опровергали, снимали об этом отдельное видео, оно будет вот тут. И про эту точку доступа, обещаю вам, выйдет соответствующее же видео. Мы действительно проверим, на какой дистанции она действительно в состоянии обеспечить устойчивое соединение, может быть, даже высокоскоростное, если высокоскоростное вообще применимо к U6 LR. Помимо прочего, точка доступа, естественно, входит в экосистему UniFi, что позволяет ее туда легко, удобно, без регистрации SMS, интегрировать и раздавать Wi-Fi со многих таких точек доступа одновременно, обеспечивая между ними достаточно мягкий и качественный, как заявляет производитель, роуминг беспроводных клиентов. По поводу роуминга. Не буду забегать вперед, мы тоже сняли видео, касающееся роуминга, где мы его тестируем, насколько он классный, качественный и плавный. Тоже покажем на канале, но это будет отдельный разговор, потому что он требует некоторого отдельного же осмысления от вот этого нашего с вами привычного анбоксинга. Помимо того, что она интегрируется в экосистему UniFi, она может работать и в стендалон режиме. Для того, чтобы настроить ее в стендалон режиме, можно использовать просто мобильное приложение. Настройка простая, непринужденная. Чуть позже мы с вами ее сделаем и обязательно посмотрим, как это все происходит. Но забегая вперед, скажу, что действительно просто, быстро и легко. И производительность. Конечно, производительность мы тоже с вами измерим. А вот здесь я себе позволю забежать вперед, потому что Ubiquiti уже пообещала нам вроде как три гигабита пропускной способности по Wi-Fi, тактично умолчав о том, что их как-то надо будет передать через гигабитный провод. Так вот, с точки зрения производительности, U6LR по состоянию на февраль 2022 года не впечатляет. Мягко говоря, не впечатляет. Ее, например, на обе лопатки кладут точки доступа стандарта Wi-Fi 5. Но это я забежал вперед. Попозже мы с вами все тщательно, качественно протестируем, насколько это вообще возможно в таких бытовых условиях. Мы запустим с вами спид-тест, мы запустим с вами IPRF. В несколько потоков посмотрим, с какой скоростью она способна передавать данные TCP, UDP. В общем, все протестируем. А пока закончу с ее, так сказать, тактико-техническими характеристиками. Не упомянул я вам, наверное, только про мощность ее передатчика. В России он программно должен быть ограничен 20 ДБМ. Но, в принципе, если вы выберете американский регион, то 26 ДБМ точка доступа в состоянии обеспечить. И последнее, что заявил производитель, на мой взгляд, тоже огульно совершенно заявил и не раскрыл этот тезис, это количество пользователей, которые она в состоянии обслуживать. Так вот, по заявлению Ubiquity, U6LR может обслуживать до... Нет, не до. Более. Более 300 пользователей одновременно. Какие это будут пользователи? Не сказано и не уточнено нигде и никак. Могут ли 300 человек, допустим, подключиться к этой точке доступа и начать смотреть YouTube, хотя бы в разрешении 720p, не уточнено. Если это просто Associated Clients, которые просто к ней подключились и вообще ничего не делают, я, наверное, могу в это поверить. Но, с другой стороны, а какая ценность в такой цифре, если речь идет просто про Associated Clients? Мы провели свое нагрузочное тестирование, и об этом я скажу тоже позже, после того, как мы с вами ее включим, настроим, потестируем пропускную способность и вернемся в нашу, ну, типа как студию. Итак, приступаем с вами к конфигурированию и тестированию точки доступа U6LR. Для этого я буду использовать мобильное приложение. Изображение с него будет сейчас с левой стороны. Первый шаг – это скачать приложение Unify Network. Я использую iOS-платформу, соответственно, она есть в App Store, совершенно такая же есть и для Android. У меня приложение уже установлено, поэтому запускаю его. И, как видите, точка доступа сразу же видна в статусе Ready for Setup. Нажимаем. Телефон присоединяется к точке доступа. Продолжаем без консоли. Первый вопрос касается того, собираемся ли мы действительно исполнить намерение и настроить точку доступа как независимую, как точку доступа, которая работает не под управлением контроллера. И мы говорим, да, конечно, continue without console. Задаем имя точки доступа. Нажимаем Next. Создаем первую сеть Wi-Fi. Я назову ее U6, к примеру. Задаем пароль. Advanced Options позволяет сепарировать между собой сети 2.4 и 5 ГГц. Я предпочитаю это сделать. Почему? Потому что мне не хочется лишний раз, что называется, проверять, правильно ли я сети подключен, действительно ли это 5 ГГц или 2.4. Пускай лучше будут две отдельные сети. Нажимаем Next. И, как видите, приложение говорит нам, что примерно в течение 2 минут 30 секунд точка доступа настроится. Теперь таймер практически мгновенно сменился на примерно одну минуту. В общем, процесс идет бодрячком. Setup completed. Нажимаем кнопочку Join Wi-Fi Network. Подключаемся к сети U6. Напоминаю, что она у нас с вами строго 5 ГГц. Все, Wi-Fi connected. Нам вылетает сообщение о том, что точка доступа используется с некой лимитированной функциональностью, что неплохо бы приобрести для нее полновесный контроллер. Окей, но в курсе. Переходим к ее настройке. В принципе, точка доступа уже сейчас вещает сеть Wi-Fi. Даже две. Поэтому что-либо настраивать нет никакой необходимости. Ну, по крайней мере, острой. Давайте с вами просто посмотрим, на что способна точка доступа в стендалон режиме. Нажимаем сверху, справа, кнопочку Configure. Можем включить и выключить светодиодный индикатор, сменить точки доступа имя. Перейдем в раздел Radius. Как видите, здесь настраиваются два независимых частотных диапазона. Выбор канала. Нам доступен выбор ширины канала и мощность передатчика. Я оставлю все по дефолту, с вашего позволения. Но хочу вам показать одну важную вещь. Ширина канала для 5 ГГц ограничена 40 МГц. Ситуация, естественно, меняется, если вы будете использовать контроллер Unify. Но в стендалон режиме точка доступа работает максимум на 40 МГц. В параметре VLANs мы можем посмотреть с вами и поперенастраивать SSID, которые вещаем. Device Credentials – это логин и пароль, которые используются для управления точкой доступа. Как видите, данные ровно те, которые я задавал для сети Wi-Fi. Также здесь мы можем с вами обновить точку доступа до последней прошивки и сбросить ее. Убеждаемся в том, что клиент на точке доступа пока один. Я вам, кстати, в доказательство покажу свою настройку Wi-Fi. Как видите, у меня телефон подключен именно к сети U6. И подключим мой компьютер тоже к сети U6. Проверяем. Теперь у нас два беспроводных клиента. Один из них – это iPhone 12 mini. Второй – Mac mini. Слово поддерживают Wi-Fi 6 и как бы теоретически способны по полной программе раскочегарить точку доступа. Качегарить мы будем двумя способами. Во-первых, давайте начнем с обычного попсового спид-теста, который я запущу с мобильника. Кстати говоря, от точки доступа находится что мой Mac mini, что мой iPhone примерно в метре-метре двадцати. У нас прямая видимость без каких бы то ни было препятствий, без каких бы то ни было вещей, которые могли бы нам помешать. Поэтому есть надежда, что мы получим максимально возможные скорости. Запускаем спид-тест. Пинг 4 миллисекунды. Скорость порядка 140 мегабит в секунду на загрузку. Это при 300 мегабитном канале. Ну вот эти 300 мы плюс-минус видим на upload. Окей. Хорошо. 139, 306. Не самый объективный способ тестирования. Более объективный, конечно же, iPerf. Оба моих устройства, я еще раз напомню, подключены к Wi-Fi, к этой самой точке доступа. То есть мы проверяем с вами производительность Wi-Fi, Wi-Fi. Запускаем iPerf. Теперь следует обратить внимание на правую часть экрана. Там у меня как раз в консольном режиме запущен iPerf сервер третьей версии. Живет он на порту 5204 и в мобильном приложении я устанавливаю порт 5204. Режим передачи будет download в 5 потоков и тестировать мы будем на протяжении 30 секунд. Это все. Нажимаем кнопочку start и понеслась. Пиковая производительность, которую мы с вами увидели, Wi-Fi, Wi-Fi, это 186 мегабит в секунду. Средняя 154, минимальная 82. Согласитесь, довольно разочаровывающие цифры. Если я переподключу свой Mac mini к проводной сети и у нас появится гигабитное соединение с ним, то скорость вырастет примерно вдвое. Мы это тестировали, я сейчас просто пожалею времени, не буду перетыкать эти проводочки. Поверьте мне на слово, там циферка будет в районе 320-350 мегабит. На мой взгляд, циферка разочаровывающая. Также ничего не меняется при условии, что мы с вами сменим прошивку на точки доступа на последнюю доступную. На сегодняшний день, на 14 февраля 2022 года, последняя доступная прошивка, это на минуточку 5.60.23, как вы видите на экране моего телефона. Опять же, прошивка не меняет ничего с точки зрения производительности. Мы уже проводили тестирование на других точках доступа и в этом удостоверились в полной мере. Возможно, это изменится чуть позже. Засим возвращаемся в нашу студию. Собственно, вы сами все видели своими глазами. Будет ли исправлена проблема с производительностью в будущих прошивках? Пока вопрос открытый. Ну, скорее, да, конечно же, чем нет. Потому что с аппаратной точки зрения точка доступа, на мой взгляд, способна на большее. Но вот на что она способна сейчас, в феврале 2022 года, вы видели. Цена. Самое приятное, наверное, что можно про нее сказать. Точка доступа подобного класса, ну, я бы сказал, довольно дешево. На американском рынке она вообще продается за какие-то смешные 180 долларов США. В России все не так. У нас есть НДС, у нас есть всякие таможенные, там, возные пошлины и прочие дребедень, которые в совокупности дают рыночную цену в диапазоне примерно долларов от 240 до 300. 300 долларов за подобную точку, ну, вам решать. На мой взгляд, тут есть из чего уже повыбирать такого класса. Поскольку деньги довольно серьезные. И за то, что вот сейчас у меня на столе, я бы, наверное, такую сумму бы не отдал. 240 долларов, ну, тоже как-то пока что жалко. Потому что взять точки доступа Wi-Fi 5 стандарта, получить ту же самую производительность за вдвое, как минимум вдвое, меньшие деньги, мне кажется, ну, каким-то более осмотрительным сценарием, что ли. Я бы, наверное, так и поступил. И оценка. Я бы поставил U6LR вот по совокупности всего того, что мы с вами обсудили. И без забегания вперед, когда мы протестируем, как работает ее роуминг, какую реальную там область покрытия она дает, ну, наверное, 3,5 балла. Дизайн – абсолютная честная пятерка. В комплект поставки, как я вам рассказывал, входят вот эти замечательные крепления, которые позволяют ее, кстати, с комфортом установить практически, ну, вот как угодно. Она легко и непринужденно прикручивается, допустим, к стандартному подрозетнику с помощью своего набора креплений. Она легко и удобно устанавливается на профиле потолка типа Armstrong. Она легко и удобно прикручивается к гипсокартонной стене, к бетонной стене, к чему угодно, как угодно, в любой ориентации все классно, все продумано, жидкостный уровень даже в комплекте, все шаблончики, с помощью которых намечаются все отверстия для перфоратора. То есть эта точка доступа – это, можно сказать, рай для интегратора, для монтажника. Но с точки зрения потребительских характеристик пятерка никак не получается, поскольку она дает весьма жиденькую производительность и при этом стоит достаточно дорого. Поэтому тут я бы вообще, может быть, и двойку бы поставил бы за вот эту совокупность. В сумме, ну, 3,5 балла она, безусловно, заслуживает. И, кстати говоря, я забыл упомянуть одну важную вещь, которая сильно расширяет диапазон областей применения для этой точки доступа. Не зря я вам сказал про вот эту силиконовую вставку, она придумана не просто так. Дело в том, что диапазон рабочих температур для точки доступа сейчас заявлен от минус 30 до плюс 60 градусов по Цельсию, что, по сути, делает ее полноценным аутдор решением. Она все еще не является аутдор точкой доступа в полном смысле, поскольку у нее нет гидро- и термоизоляции коннектора, но вот эта силиконовая вкладочка, она позволяет действительно хотя бы базовую защиту от пыли и влаги для точки доступа обеспечить. И тем самым сейчас вы можете выбирать подобного рода точки доступа при, допустим, проектировании Wi-Fi на неотапливаемом складе или, там, не знаю, депо для поездов. Ну, то есть для тех объектов, где не предусмотрено отопление и где зимой бывают отрицательные температуры. Это, безусловно, круто. Но, тем не менее, оценка остается прежней. 3,5 балла, и это, я бы сказал, с большой натяжкой. Еще раз упомяну, что речь идет пока что про субъективные впечатления в рамках вот того, что вы уже увидели. Будет отдельное видео про роуминг, будет отдельное видео про радиус действия. Может быть, даже будет ролик про нагрузочное тестирование, коль скоро мы соберемся, мы такое проведем. Что мы сейчас, на данный момент, успели поисследовать в рамках этой точки доступа. Мы нагружали ее стандартными бытовыми, можно сказать, офисными задачами. Аудио, видео, звонки, просмотр потокового видео, прослушивание потоковой музыки. С этим всем она вполне себе стабильно и неплохо справляется. Эксплуатировали мы эту точку доступа порядка, наверное, от 10 до 15 дней. За это время она ни разу не зависла, не затупила, в принципе, с ней все хорошо. Может быть, пока сыроват софт, но другого у нас нет. Всем спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели видео до конца. Чмоки.